Кодексом административных правонарушениях предусмотрено наказание за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Штраф до 1000 рублей. Кроме того, введена санкция за появление в состоянии алкогольного опьянения. Такой же штраф до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. Однако, ни норма закона, ни священность Дня Победы не мешает некоторым горожанам отмечать праздник с алкогольным во дворах. Детские площадки беседки занимают нетрезвые граждане. Вон во дворе сидят. Сидят все до сих пор? Да. А ну и как вы к этому относитесь, что во дворах сидят? Шумят? Да не очень хорошо. Здесь не знаю, а вот у нас во дворе, да. Шумят, мусорят? Шумят не слышно, но углы, можно так сказать, мокрые. Но в этом году таких компаний намного меньше. Культура людей повышается. Все равно, как праздник, все-таки 9 мая, должно быть какой-то патриотизм. Все-таки меньше народа, которые пьющие, остаются здесь. Если больше с детьми, больше приучают детей к бессмертному полку. У всех начинаются, так сказать, патриоты становятся. Несомненно, этому способствует и усиление патрулирования, и запретная реализация алкоголя. Согласно постановлению администрации города, в центре запрещена розничная торговля алкогольными напитками. Ну что ж, проверим, выполняют ли магазины это требование. А алкоголя нет? В центре-то вообще его нет? Сухой закон? Все, ладно, спасибо вам. Наши несколько попыток приобрести алкоголь не увенчались успехом. Под запретом все, что крепче кефира. Антон Саев, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Новости Тагил ТВ